Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главные темы выпуска. Репетиция Нового Года в пансионате для детей-инвалидов. Звезды Самары ГИС помогли организовать праздник для особенных ребят. Высокотехнологичный наркоз. В самарские онкодиспансеры завезли немецкое оборудование. Сносят все незаконное. Ресурсники освобождают коммуникации от нелегальных строений. Поговорили о реализации нацпроектов и поделились друг с другом опытом. В Самаре прошла конференция с представителями городских ТОСов. О ситуации в стране и в мире студенты госуниверситета забросали вопросами депутату Госдумы. Все по-взрослому. В Самаре объявлен стат голосования за лучшие школьные и студенческие спектакли. Время для новогодних чудес уже наступило. В Самарском пансионате для детей-инвалидов прошел предпраздничный сказочный интерактивный спектакль. И в организатором стала ведущая телеканала Самарагис Ольга Шелест. Роли главных новогодних персонажей тоже исполнили наши сотрудники. О том, что для особенных детей сказку можно подарить в любое время, смотрите в нашем следующем репортаже. Ну что, друзья мои, всем привет-привет! Ловкость рук и никакого мошенства. Фокусник Владимир Новиков показывает магические трюки на любой вкус. Как признается артист, публика в пансионате для детей-инвалидов самая лучшая. Ребята искренне встречают гостей и с восхищением, и восторгом наблюдают за выступлением. Я отдаю часть своей жизни, часть своих выступлений я отдаю таким детям. И тем самым я ломаю кусочек этого забора, который стоит между детьми и обществом. Интересные выступления в пансионате проходят каждый четверг. Благотворительные спектакли организовывает ведущая телеканала «Самара ГИС» Ольга Шелест. В этот раз для ребят подготовили особую предновогоднюю программу. Дети помогали сказочным персонажам приготовиться к Новому году. А они в ответ удивляли научными экспериментами, фокусами и мыльными пузырями. Довольными остались все участники праздника. Мне праздник понравился, чудесный. Снежки, фокусы, пузыри, мыльные пузыри. Все понравилось, просто не передать словами. Но главными гостями, которых ждали дети, сильнее всех на торжестве стали, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз и Снегурочка проверили, готовы ли дети встречать праздник, не забыли ли они, как водить хороводы и петь новогодние песни. Роль зимнего волшебника и его внучки исполнили сотрудники нашего телеканала, корреспондент Андрей Горгуленко и монтажер Дарья Трухова. Для меня это может быть одно маленькое рукопожатие, а для ребенка это действительно какое-то целое событие, которое он будет потом рассказывать друзьям, которое он будет потом вспоминать. И это действительно вдохновляет. А завершился интерактивный спектакль с нежной вечеринкой с веселыми танцами. Теперь дети готовы встречать Новый год и будут жить в ожидании настоящих праздничных чудес. Медицинская помощь на европейском уровне в Самарском онкодиспансере закупили 115 единиц современного оборудования на средства нацпроекта здравоохранения. Им переоснастили несколько отделений. В операционном блоке появились новые немецкие наркозные аппараты, операционные столы и другое оборудование. Все это необходимо, чтобы снизить риски при хирургическом вмешательстве и проводить его более точно и быстро. Оборудование так называемого экспертного класса такое устанавливают в европейских клиниках. В отделение реанимации и анестезиологии поступили новые аппараты искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, старое оборудование работало более 15 лет и требовало замены. Новая техника оснащена рядом функцией, которая повышает качество медпомощи. В следующем году в онкодиспансере планируют переоснастить отделение лучевой терапии, а также закупить компьютерный томограф. Все то оборудование, которое мы приобретаем, это оборудование уже экспертного класса. Соответственно, уровень и проводимых лечебных мероприятий, и уровень проводимых диагностических исследований на порядок выше и соответствует уже всем современным европейским стандартам. Также современные наркоз-дыхательные аппараты экспертного класса оснащены безопасным режимом вентиляции, который отвечает современным мировым требованиям. Состояние своих тепловых сетей сейчас мониторит самарский филиал компании Т-Плюс. И главное препятствие, с которым приходится сталкиваться специалистам, это незаконные строения. Как с ними борются, расскажем в следующем сюжете. На улице Фронза работает аварийная бригада предприятия тепловых сетей. Жители заметили пар из-под земли и обратились в ресурсоснабжающую организацию. Приступить к ремонту оперативно мешала сторожка. Она появилась здесь незаконно, когда строилась многоэтажка. Чтобы начать ремонт сетей, сначала пришлось получить разрешение на снос. Эта проблема с нарушением границ охранной зоны, она очень часто встречается при нашей текущей деятельности. Это очень сильно влияет на наши возможности по срокам устранения повреждений. Мы не обладаем правами на какие-то действия с этими конструкциями, постройками. То есть мы вынуждены обращаться в инстанции, которые в этом случае могут нам оказать содействие. В первую очередь это орган местного самоуправления, это МЧС. Самарский филиал компании «Т-Плюс» сейчас продолжает проверку территорий охранных зон. Первичная информация должна поступать, я думаю, непосредственно от жильцов и от организаций, которые эксплуатируют тепловые сети. То есть они должны следить за тем, чтобы в охранных зонах не появлялись те же парковки, какие-то незаконные строения. Самое главное, эти нарушения должны устраняться как можно быстрее, пока это не привело к серьезным последствиям. Сообщить о фактах незаконного размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в диспетчерские службы по телефонам, которые вы видите на экране. Лариса Шалафас, Николай Епифанов, События. В Самаре выбрали лучших коммунальщиков года, отсутствие задолженностей и оперативной реакции на проблемы жителей. Вот основные критерии, на которые обращали внимание члены жюри, сотрудники ГЖИ Самарской области. Мария Левина проверила работу управляющей компанией, которая стала лучшей в конкурсе. Офицер запаса и основатель одной из первых в Самаре управляющих компанией Александр Сметанин в коммунальный бизнес пришел в начале нулевых. Тогда, рассказывает, принимать опыт в Самаре было не у кого. Ездили к коллегам в Москву. Сегодня у его компании высокий рейтинг, что делает ее привлекательной для почти 30 тысяч самарцев. Секрет успеха, конечно, зависит прежде всего от людей, которые работают в управляющей компанией. Мы очень тщательно относимся к подбору и расстановке кадров. Еще одним обязательным качеством, необходимым для успеха, управленец считает современные технологии. Важно соответствовать времени и даже быть на шаг впереди. Так и получилось с цифровизацией оборудования. Практически все процессы, которые происходят в подведомственных домах, можно контролировать, не выходя из кабинета. Благодаря круглосуточному видеонаблюдению и сигналам специальных датчиков, которые устанавливают в котельных. На мониторе в режиме онлайн высвечивается состояние всего оборудования компании. Если диспетчер видит ошибку, на нее реагирует незамедлительно. Мы удаленно видим, наблюдаем за работой вентиляции, приточной вентиляции. Отсюда же мы можем управлять ей. То есть, если случается какая-то аварийная ситуация, какой-то вентилятор встал, мы отсюда видим, направляем сразу специалиста для устранения. Благодаря умным технологиям контролируется и расход тепла. Система работает круглосуточно. Специалист контролирует потребление и в случае, когда оно меньше нормы. Например, ночью расход сокращают. При этом температура горячей воды меньше не становится. Не растут и суммы в квитанциях жителей. В штате компании есть человек, отвечающий за пожарную безопасность. В ведомстве хозяйственников в основном высотки. Поэтому и к пожарной безопасности подход здесь весьма серьезный. Львиные доли наших объектов, это за исключением двух подъездов, девятиэтажных, защищена пожарной сигнализацией. Все эти принципы работы и обеспечивают управляющие организации неоднократные победы в различных соревнованиях. В этом году компания уже в третий раз оказалась лучшей в конкурсе «Лидер ЖКХ», который проводит ГЖИ Самарской области. В области более трехсот управляющих организаций. Очень важно мотивировать их на высококачественную работу и поощрять лучших. Это именно тот способ, когда мы объединяем действующие на территории Самарской области опыт управления многоквартирными домами. Помимо Самарской управляющей организации победу в конкурсе одержали и коммунальщики из Кляблинского района. Всего же в конкурсе приняли участие девять компаний. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Поговорили о реализации нацпроектов и поделились друг с другом опытом. В Самаре прошла крупная конференция с представителями городских ТОСов. О первых успехах работы территориальных общественных самоуправлений расскажет Анатолий Главко. Елена Валентиновна – председатель ТОСа Мичуринский. За несколько лет работы она сумела наладить диалог с жителями в социальных сетях и привлекла к общественной деятельности около семисот единомышленников. Кроме того, она разработала несколько интересных проектов. Один из них – «Мой двор, моя забота». Этот проект нам дал сейчас вообще резкий прирост актива ТОС. Подчеркиваю, активистов ТОС, то есть тех людей, которые готовы были выходить в свои полисадники, заниматься благоустройством территории, высаживать цветы. Для них мы провели этот конкурс. Работа территориальных общественных самоуправлений Самары не остается незамеченной. Зачастую местные жители благодарят общественников за ежедневный кропотливый труд. Добрые слова жителей – это одно из самых больших, скажем так, подспорий для нашей работы. Есть и слова благодарности, есть и грамоты, и благодарственные письма. Спасибо им большое за то, что они нас оценивают, так работают. На общегородском собрании ТОСов выступили представители городских и региональных властей. Они рассказали участникам о том, каким образом общественники могут помогать городу и области в реализации национальных проектов, которые инициировал президент России Владимир Путин. Вы принимаете участие, вы реализуете эти проекты на своих внутридворовых территориях вместе с районами. Ваши жители голосуют за благоустройство общественных городских пространств. Вот это один из подразделов национального проекта «Жилье и городская среда». На общем собрании председатели ТОСов рассказали коллегам об успешном опыте по благоустройству дворов, озеленению цветников, сотрудничеству с правоохранительными органами и об организации праздничных концертов в районах. После конференции для общественников провели тематическую экскурсию по историческому парку «Россия. Моя история». Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре адвокату плеснули кислотой в лицо. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Нападение произошло на пересечении улиц Галактионовской и рабочей рядом с домом женщины. Злоумышленник плеснул кислотой в лицо адвокату, а также нанес ей черепно-мозговую травму и ранил ножом. Врачи провели пострадавшую сложную операцию в больнице имени Пирогова. Состояние пациентки оценивается как тяжелое. По данным источников СМИ, женщина работала в основном по гражданским делам. В Самаре построят новый выезд на улицу Шоссейную. Дорогу сделают специальной для жителей Южного города. Выезд из пятой очереди микрорайона расположится неподалеку от пересечения с Южным шоссе, сообщили представители застройщика. До запуска движения по новой дороге жителям придется подождать еще около года. Ориентировочный срок открытия нового выезда – четвертый квартал 2020 года. Строительство цифрового планетария в Самаре вложат федеральные деньги. Научно-просветительское учреждение откроет свои двери в 2021 году. Об этом стало известно на совещании в Москве с участием директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Федеральное правительство выделит деньги на реконструкцию Музея «Самара космическая» и на строительство цифрового планетария. Работы проведут специально к празднованию 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Уже скоро в Самаре будет объявлен конкурс на разработку проекта. Напомним, что инициатива строительства планетария в Самаре принадлежит губернатору Дмитрию Азарову. Молодежку футбольного клуба «Крылья Советов» оштрафовали за оскорбление соперников. Инцидент произошел во время матча с ЦСКА. Игра прошла 23 ноября в Москве и закончилась победой москвичей со счетом 2-1. Во время матча врач коллектива Игорь Боищев оскорбил соперников. Его дисквалифицировали на две ближайшие игры. При этом одну встречу медик действительно пропустит, а вторая игра будет условным наказанием, пояснили представители РФС. Кроме того, врача оштрафовали на 10 тысяч рублей. В дополнение к этому для него установили испытательный срок до конца сезона. Также во время матча с ЦСКА красные карточки получили два представителя «Крыльев». Причиной стало неподобающее поведение. За это клубу придется выплатить штраф 25 тысяч рублей. В ближайшие выходные Самарской области ждет потепление, ветер и снег. Антициклон, из-за которого стояла сухая и морозная погода, будет смещаться на юг Урала, рассказали синоптики. Впрочем, снежный покров вряд ли ляжет по всему региону. По прогнозам, в ночь с пятницы на субботу ожидается слабый морозец с минус 3-8. И небольшой снегопад. Зато днем температура может подняться до нуля. А в воскресенье местами и вовсе потеплеет до плюс 2 градусов. Мокрый снег постепенно превратится в дождь, на город опустится туман, а тротуары покроет гололед. Сто вопросов и сто ответов за 90 минут. Депутат Госдумы Александр Хинштейн встретился со студентами Самарского госуниверситета. Чем сегодня интересуются молодежь и какой хотят видеть они страну через несколько лет, узнал вместе с политиком и Сергей Кизоркин. Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым. Так называется новая книга Александра Хинштейна. Депутат Госдумы не просто детально разбирается в причинах крушения Советского Союза, но и попытался написать альтернативную историю страны. На многочисленных примерах он убедительно доказывает, если бы в 1985 году СССР возглавил не Горбачев, а политик, подобный Путину, то ход событий был бы иным. И Союз, вероятно, существовал бы до сих пор. Свою книгу Хинштейн презентовал на встрече со студентами Самарского госуниверситета. Очень интересно читать, так как в книге приложены фотографии, различные истории, доказывающие те или иные позиции. И очень интересно рассматривать другие вектора развития событий. На встрече с политиком разговор зашел и о нынешней ситуации в стране и в регионе. Хинштейн попросил молодежь общаться с ним открыто. Сегодня встреча была не политизированная. Сегодня студенты спрашивали меня в основном о том, что их волнует, и то, что можно и нужно решить. И в этом смысле мне понравилось, потому что разговор был не на хайпе, а на равных. Разговор с людьми, которые думают, как и что можно изменить системно, точечно, где улучшить. Это очень хорошо. Если брать развитие как личности человека, то, в принципе, у нас достаточно много возможностей. Если брать наш регион, то возможностей более чем достаточно. Очень много каких-то свободных пространств, где можно начинать либо свое дело, либо по какой-то административной ветке двигаться. Возможностей много. Главное – работать. Молодежь должна понимать, что главное – двигаться. После встречи Александр Хинштейн резюмировал, что встреча с самарскими студентами получилась плодотворной. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Студенческий дебют, как первая любовь, яркий, волнительный и незабываемый. В Самаре впервые прошел областной фестиваль творчества для первокурсников. На галоконцерте побывал Анатолий Головко. Дмитрий Колесников изучает лечебное дело в медицинском университете, но молодой человек находит время для хобби. Вместе с однокурсниками он танцует электродэнс, брейкданс и дэнс-холл. Признается, в его команде нет равнодушных людей. В коллективе собраны люди, как именно и профессионалы, люди, которые давным-давно занимались своим делом, так и те, которые, придя в университет, подумали, что они хотят чем-то заниматься и пришли к нам. Мы отбираем в основном коллектив определенных людей, которые стремятся заниматься, желают, жаждут этим заниматься. И они непосредственно уже выступают. Перед началом концерта для участников и гостей фестиваля провели мастер-класс по игре на экзотических барабанах. По словам организаторов, студенты которых пригласили на фестиваль – настоящие герои. Они поразили членов экспертного сообщества своими талантами и не оставили равнодушными многочисленных зрителей. Для первокурсника первый раз выйти на сцену не только у себя в ВУЗе, но и на такую сцену, как в НТЛ-арена, все-таки большая, профессиональная, много света, много людей. Это, я считаю, подвиг. Лучшие творческие коллективы стали лауреатами фестиваля «Самарский студенческий дебют». Они получили награду из рук первых лиц региона. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. 28 спектаклей из 14 регионов. Приволжского федерального округа жителей ПФУ выберут лучшую постановку, представленную на фестивале «Театральное Приволжье». Старт голосования дали сегодня. Участниками конкурса стали 7 тысяч молодых актеров. Из 20 самарских спектаклей в окружной этап вышли два. «Аленький цветочек», который поставили студенты Самарского института культуры. И «Тайна серого замка» или «Каникулы с привидениями». Спектакль учащихся из детской школы искусств номер 6. Для того, чтобы отдать голос за понравившуюся постановку, нужно позвонить по бесплатному номеру, указанному на экране. Чтобы обеспечить прозрачность конкурсного отбора, действует правило. Проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля своего региона. Записи всех выступлений финалистов из 14 городов, прошедших региональный отбор, опубликованы на официальном сайте фестиваля «Театральные положи.рф». Именно победители станут известны уже завтра во время интернет-трансляции на официальном сайте. В режиме онлайн зритель увидит подсчет и оглашение итогов голосования. Это очень важно для поддержки молодого театрального коллектива. Это грантовое финансирование на постановку новых спектаклей. Поэтому лучшие театры, если мы победим, мы сможем в следующем году увидеть еще более грандиозные работы. А вот в Самарских районах выбирали «Мужчин года». Есть и такая премия. По каким критериям отбирали победители и кого достойли награды, выяснил наш корреспондент. Аплодисменты, друзья! В честь, достоинство, уважение к истории Отечества, творческий подход к обучению и воспитанию подрастающего поколения вот профессиональный секрет успеха победители премии «Мужчина года», офицеры-воспитатели Акадетского корпуса школы номер 170 имени Зои Космодемьянской, участника войны в Афганистане Вячеслава Гайтанова. Он говорит, что получение почетного звания – не повод останавливаться на достигнутом. Любой человек, который имеет большой жизненный опыт, который может передать свои знания, свой опыт, свое видение в сегодняшний мир, в воспитании подрастающего поколения, очень-очень стимулирует мужчин для работы с подрастающим поколением. Врачи, учителя физкультуры, педагоги дополнительного образования, работники культуры, представители силовых структур. Мужчины разных специальностей награждены в десяти номинациях. Мужчина года – это творческий человек, который делает успехи в своем деле на производстве и то, что он значим для предприятия. Качество работы, успех, чем в этом году человек выделялся, чем был отмечен и как награжден. Премия «Мужчина года» проходит в пятый раз. Лучших определяют на Президиуме Союза Женщин и Совета Отцов. На победителей будет возложена дополнительная общественная работа. Будут заниматься с детьми. Это и физическое воспитание, и патриотическое воспитание. Кто-то будет заниматься трудовым воспитанием. Поэтому это все в конечном итоге объединит. Для детей они будут ярким примером, как должны жить люди, стремиться к остальным задачам и целям. Победители конкурса будут включены в Совет отцов Советского района. Александр Шугаев, Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Кусочек бразильской карнавальной жары в холодной Самаре в молодежном театральном комплексе «Дирижабль» прошел фестиваль «Барабаны Самары». Это часть проекта «Культурное сердце России». Яркие костюмы, танцы и, конечно же, ритмичные удары по музыкальным инструментам, которые только выглядят одинаково, звучат абсолютно по-разному. Все составляющие карнавала на одной сцене. Согрелся в бразильской атмосфере и Андрей Горгуленко. Сурдо – большой барабан, который задает ритм. Для артистов он как басовый метроном, а вокруг него бразильскую красоту наводят другие барабаны. У каждого свой, особый звук. Чехарда этих инструментов и создает красивые мелодии. Все это складывается в определенные рисунки, которыми мы, собственно, манипулируем, мы их меняем одни на другие, и из этого складывается музыка карнавальная. В карнавальную атмосферу самарцы погрузились благодаря проекту «Культурное сердце России». На сцене четыре барабанных оркестра, два танцевальных коллектива и спортсмены-капоэристы. Барабаны – неотъемлемая часть бразильского боевого искусства. Капоэйра зародилась под ритмой этого инструмента. Спортсмены удивляют зрителей своей техникой и исполнением песен на португальском. В процессах занятий все это происходит. То есть у нас проходят отдельные занятия, где мы изучаем песни, базовые португальские слова, и все песни поем также на португальском. По атмосфере, которая царит в полном зале театрального комплекса «Дирижабль», чувствуется, что и артисты, и зрители соскучились по ярким летним карнавалам и шествиям. А потому и те, и другие наслаждаются любой возможностью вновь погрузиться в бразильскую феерию. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самаре простятся с ученым и просветителем, доктором физико-математических наук, профессором, первым министром образования и науки региона Ефимом Коганом. Он скончался на 80-м году жизни. Ефим Коган начал работать в Самарском регионе в 1981 году заведующим кафедрой общей физики Кубашского государственного педагогического института. С 1992 по 2005 год он возглавлял систему образования губернии, сначала в должности начальника Главного управления образования и администрации Самарской области, затем министр образования и науки Самарской области. Гражданская панихида и прощание с Ефимом Коганом пройдет 30 ноября с 11 часов до 13.00 в Доме ученых по адресу Студенческий переулок, дом 3. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самара Гис на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на YouTube. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...